Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Приближающийся новогодний праздник вселяет в большинство из нас ощущение волшебства, искрящееся чувство чудесного, легкого возбуждения и ожидания чего-то нового. Но что делать, если подобное настроение не приходит? Совокупность ужасной усталости от работы, текущих проблем, политики, и недостатка тепла и солнца порой не дают нам расслабиться и насладиться чудесными предновогодними днями. На маленький праздник и новогоднее чудо заслуживает каждый человек, ведь нам иногда очень важно выйти из замкнутого круга своих бытовых проблем. Психологи утверждают, что праздники несут большую пользу для человека, ведь во время них человек расслабляется, снимает стресс, видится с близкими, отдыхает, наполняет себя новыми впечатлениями и так далее. А как же поднять новогоднее настроение? Для начала позаботьтесь о визуальном украшении дома, своего уютного уголка. Можно купить новое украшение, пополняя свою коллекцию, а можно в период кризиса сэкономить и, пофантазировав, украсить свой уголок старыми игрушками. Достаточно слегка просто их переиначить, пофантазировать и усовершенствовать, что-то сделав своими руками. Для начала включите свою любимую музыку. Затем займитесь украшением своей квартиры. Развесьте блестящую мишуру, если она у вас есть, расставьте милые новогодние сувенирчики и прочие атрибуты праздника. Обязательно поставьте елочку или веточки хотя бы. И запах хвои заставит оживить ваши воспоминания. Не забудьте зажечь гирлянду, ведь мелькающие огоньки как нельзя лучше подчеркивают праздничную атмосферу. И, конечно же, свечи. Свечи лучше всего ароматные, с тем запахом, который вы предпочитаете. Вся эта атмосфера и домашний уют помогут вам расслабиться и улететь далеко-далеко от житейских проблем и подарить себе кусочек счастья. Доставьте себе это удовольствие. А я вам сегодня подскажу, как я сделала все это. В принципе, ничего особенного в этом нет. Все, что было у меня под рукой в этом году, я ничего не покупала нового, потому что мы уезжаем в свой родной город праздновать. И здесь нет смысла все это оставлять. Но, чтобы у меня уже было праздничное настроение, я себе создала вот такие вот милые уголочки, которые радуют мой глаз. Сейчас я вам покажу, что, в принципе, можно сделать из того, что есть у меня. Смотрите, оставайтесь вместе со мной. Так как мы уезжаем, то покупать елочку смысла никакого нет. И я без елочки тоже не могу, поэтому я взяла свой фикус, украсила в виде елочки вот таким вот образом. Единственное, что я раньше могла на него вешать огонечки. В этот раз я это не сделала, чтобы мои листочки, не мои, а фикуса, не обгорали. Поэтому он у меня стоит без огонечков. Но, однако же, вниз я поставила такую елочку, как бы псевдо-елочку с огонечками. Если у вас в доме есть гирлянда на батарейках, как у меня, и какая-нибудь мишура, какая-нибудь прозрачная вазочка или бокал большой, то можно составить такую композицию, положив туда или мишуру, или какие-то такие небьющиеся шарики. Можно даже, если они прозрачные, то туда вставить эти лампочки. А можно вот таким образом, как я, составить композицию. Когда выключаешь свет, то получаются очень красивые огонечки горят. И ты смотришь на них, и тебе становится очень приятно, спокойно. И здорово включаешь свечки и любуешься. А этот подсвечник из фужера я делала в прошлом году, и у меня есть видео, я оставлю ссылочку. Кто не видел, можете посмотреть. Это делается очень просто, очень легко, очень быстро. свечку зажигаете, точно так же очень красиво смотрится. Просто из любого фужерчика, который вам практически не нужен, не используется. Субтитры сделал DimaTorzok Если у вас в доме есть вот такие вот от каких-то старых букетов крупные цветы, можно даже не крупные, любые искусственные цветы, какие есть, то их можно тоже из них сделать вот такую цветочную гирлянду, нанизыв туда вот эти вот лампочки. Получается очень-очень красиво и романтично, когда выключается свет, и вот эти вот гирлянда из вот этих вот цветов светится. Очень красиво рекомендую. Я даже сделала композицию. А еще можно наполнить прозрачную вазу какую-нибудь шариками. Если они будут так же у вас, как у меня, вот не синие, а серебристые, все ажурные, то туда тоже можно ставить лампочки, они очень красиво будут смотреться. Такой вариант я тоже делала. А здесь я просто показала, как наполнить вазу, будет тоже очень симпатично, и украсить ее какими-то бусами. Вот такую композицию, она очень тоже будет красиво смотреться. Туда, если лампочки, точно так же гирлянды можно положить, будет тоже очень-очень здорово. А это, девочки, я вам хочу показать, какие я ножки в сапожках или в туфельках купила на фламарте в прошлом году. Вот такие вот игрушки. Мне они настолько понравились. Вот видите, какие были модно ножки? Толстенькие, хорошенькие, не то что сейчас. И мне вот эти вот игрушки как-то очень симпатичны. Я, правда, я не знаю, так как у меня елки нет, не знаю, куда я их повешу. Но сами по себе мне понравились игрушки. Они стеклянные, они не пластмассовые. Вот такой вот большой шар я приобрела для того, чтобы каждый из членов нашей семьи написал свое желание на нем на следующий год. Ну, это может быть здоровье, это может быть любовь, это может быть там что угодно, чтобы кратко-кратко написали свое желание. На следующий год мы будем смотреть, у кого у нас сбылось, а кого нет. Вот это моя такая идея. Еще я прикупила всякие с новогодней атрибутикой стикеры, которые точно так же можно использовать для украшения, подарка, чтобы когда ты упаковываешь его, или точно так же можно наклеить на какой-нибудь фужерчик, бокальчик, ну, куда угодно, как угодно. То есть это уже как ваша фантазия вам подскажет. Точно такие же вот липкие, ну, тоже стикеры, наверное, они называются, даже не знаю, как они называются. Если вы возьмете простой какой-то такой стаканчик, даже вот продаются у нас такие итальянские десерты в стеклянной упаковочке, ну, как стопочка стеклянная, чисто белая стопочка. И вот если вот так вот украсить, то можно получить очень красивый вариант подсвечника. То есть тут уже как я, допустим, сделала. Я туда насыпала камушки, украсила вот этой вот стикером и поставила свечку. Вот такая получилась у меня свечка. То есть здесь как вы захотите, как вам что понравится, делайте. Я желаю вам всем здоровья, хорошего настроения и обустройства своего уютного уголка. Спасибо большое всем, кто со мной был. Ставьте пальчики вверх, вниз. Пишите, пожалуйста, свои отзывы. Как вы относитесь к тому, что я вам предложила. Или, может быть, у вас какие-то свои будут на этот счет мысли. Мне тоже будет очень интересно. Поделитесь, как вы украшаете свое помещение, любимое. Может быть, я что-то от вас тоже чему-то научусь. Итак, спасибо большое всем. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Если уже подписаны, оставайтесь, пожалуйста, со мной. Всем большое спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!